Я руководитель лаборатории самоорганизующихся систем, и мы занимаемся самоорганизующимися системами, программивыми материалами. Я буду говорить об этом сегодня. Но я бы хотел начать с 3D-печати. Все слышали, потому что все больше и больше о 3D-принтерах говорят, и это везде. Все пытаются понять, как использовать для нужд производства 3D. И практически на всех конференциях, когда обсуждают 3D, никто не говорит о тех барьерах, которые появляются. Эти барьеры существуют, и, может быть, существует гораздо больше барьеров. Нам необходимо что-то большое создавать. Сейчас мы небольшие, более дешевые распечатки можем сделать, но нам необходимо, чтобы все это было в массовом масштабе. Мы хотим, чтобы это было быстро. А еще программное обеспечение. И первый раз в недавней истории, когда у нас нет возможностей пока программного обеспечения, которые могут использовать возможности некоторых средств производства. Необходимо использовать пластмасса, металлы. Но все это уже используется. И мне бы хотелось рассказать то, что очень интересно, если у нас есть эти новые технологии, когда мы можем создавать что-то, чего мы не могли сделать раньше. А почему бы нам не ввести больше информации в эти материалы, создать умные материалы, многофункциональные материалы? Мы работали с Autodesk и Stratosys. Это 4D-принтинг. И мы использовали умные материалы и совместили с 3D-печатью. Что это означает? Вы что-то распечатываете в 3D, и это не окончательный вариант. Это скорее начало. И система потом может трансформироваться, адаптироваться. Мы используем многоматериальный принтер Connex. Там два материала в настоящее время, и это расширяется. Один из этих материалов – это жесткий пластик, черный материал. Он содержит всю информацию, углы, геометрия, точность. И другой материал – это эластичный пластик. Он расширяется в воде на 150%. То есть с флагой он увеличивается. И благодаря этому трансформируется информация, углы, точность и так далее. Вот благодаря этому мы делаем распечатку 4D, а не 3D. Если я хочу этот подиум, например, превратить в стул, то здесь большая проблема. Как одно может превратиться в другое? Нужны программные обеспечения, которые позволяют мне трансформировать, а также оптимизировать материалы. Как материалы изменяются, какова ориентация материалов и так далее. Вот этот софт ассимилирует эту сложную динамику. Два материала, которые комбинируются в воде, превращаются в буквы MIT. Вот в данном случае одна вот эта вот веревка превращается в такой куб. И я при этом не что-то делаю с материалами непосредственно, а вода является агентом, и информация находится внутри самих материалов. Дальше поверхности. Вместо линейных полос можем ли мы делать нечто в двух измерениях, и затем получается в двух измерениях куб. Дальше в MIT есть бассейн, и мы напечатали полосу в 50 футов, и затем со временем она превращается в полосу 75 тысяч футов. Вот эта трансформация, может ли она нам представление о каких-то процессах, допустим, белковых, в белках? Представьте себе, что вы будете изучать динамику процессов изменения в белках. И представьте себе, что эти технологии для широких, в больших масштабах трансформации можно использовать, а не на микроуровне. Вот представьте себе в заключении видение применения лишь для одного сектора, жизненный цикл одного продукта. С одной стороны, если мы посмотрим на продукты, то что можно сделать благодаря таким технологиям? Я думаю, что вот можно представить себе вот это, скажем, ботинок или спортивные кеды. Это можно использовать в изготовлении спортивных туфель. Или вот у меня мои туфли, обычные туфли. Затем они превращаются в спортивные кеды. Затем, если дождь, то они на это реагируют. Они формируются в соответствии с моей ногой, а не с ногой другого человека. То есть продукт начинает работать вместе с нами. Он изменяется в соответствии с нашими требованиями. Материалы имеют внутри себя память или программу, которая меняет их состояние, переходит из одного состояния в другое. То есть эти материалы могут корректировать на состояние воздуха, еще на что-то. И новые процессы, производственные процессы предусматривают системы, которые строят себя. В транспортировке тоже гораздо более эффективно с точки зрения объема, веса и так далее. Вы можете это сделать плоским, а затем реконфигурировать это на месте. И вот еще интересно, когда речь идет уже о разборке продукта. Есть продукты, которые могут себя ремонтировать, у которых многофункциональное состояние. Вот один продукт, затем, когда он больше не нужен, он переходит в одно состояние. Или он просто сепарируется, отделяется для повторного использования или для обработки отходов. Это лишь один сектор. Вот распечатка 4D может полностью изменить жизненный цикл продуктов в будущем. Благодарю вас. Скайла, вы говорили о том, как представить себе продукты, товары нового типа. Но я хочу задать такой вопрос. Кто должен все это представить себе? Кто должен это себе все изобрести? Это дизайнеры такие, как вы? Или, может быть, какая-то новая категория конструкторов уже будет? Мне кажется, что в самой сборке или в печати 4D интересно то, что подобного рода динамичные системы, они выходят за пределы конкретных дисциплин. В биомедицинской сфере это можно найти, в производственной сфере, в материаловедении, в химии. Многие люди уже изучают подобные системы, и они начинают взаимодействовать. И поэтому, мне кажется, очень интересное время. Я сам обучался архитектуре, компьютерной науке, кто-то робототехнике. Мы можем сотрудничать в создании новых систем, и это дает возможность разным людям участвовать в создании таких технологий. Да, требуется для этого, так сказать, определенное мышление. Вот что касается печати 3D. Потенциал огромный, но пока еще материалы, которые при этом используются, это ограниченный круг. GE сейчас работает в этой сфере. Вот каковы препятствия, которые не позволяют пока использовать более разнообразный круг материалов? Да, это интересный вопрос. Сейчас многие работают в сфере улучшения материалов с тем, чтобы они могли конкурировать с существующими процессами и системами материалов. Мне кажется, что, с одной стороны, это пластики и металлы, пластмассы и металлы. В каждой категории свои трудности. Я думаю, что пластмассы гораздо ближе к существующим пластмассам, а металлы здесь все гораздо проблематичнее. Разное направление зерна, и проблема тут большая, особенно когда выходим на макроуровень машины. Это сложная система, и тем не менее, я считаю, что в материаловедении значительный прогресс. Продолжение следует...